здравствуйте сегодня мы продолжаем наши кухонные разговоры вы смотрите совместный проект кабельного оператора intercom tell и сайта слухи и факты политическая кухня политическая кухня салона ноль ты сегодня мой гость виталий аверин сейчас я прочитаю председатель совета регионального отделения общественного движения голос в ивановской области здравствуйте дали но движение мы поговорим чуть позже я вам хочу для начала для затравочки задать такой вопрос свое время вы под телекамеры в на глазах у журналистов ловко так откосили от армии и нарушили закон российской федерации при этом ваша основная деятельность по которой вас все знают это защита закона российской федерации наблюдение за частотой выборов вот как у вас это уживается как вот вы себе считаете это возможным один закон нарушить другой соблюдать нет противоречия противоречия нет потому что федеральный закон на воинской обязанности не нарушал согласно этому закону но я была обжалована решение о праве вреда вооруженных сил и согласно суду решение судебного были допущены решение прямой премьеры то есть врачебные заключения и решение при на комиссии был то есть как всегда для формального обстоятельства то неформально обстоятельства там были одомы какие-то пленные политические обстоятельства вообще во всем этом призывном деле но разрешилась она правом поле все эти решения доступны не сети на хорошо а почему вы прекратили участие в стратегии 31 а я в принципе не прекращал участие как самом этом проекте стратегии 31 в принципе мы можем выходить на по 31 числом в любом регионе я сейчас последнее время часто бывают той же москве по учебе и я принципе поддерживаю всеми самими соратниками по стратегии 31 взаимоотношений мы взаимодействуем принципе у нас никакого развода политического не было мы стоим на той же платформе ну вот к разговору как раз о ваших соратниках все ваши боевые товарищи по вашим проектам прошлым по стратегии 31 по голосу по федеральному да они как-то все пошли в политику и там бойков кпрф данил бедяев яблоки усанин в рпр пар насе почему вас не привлекает партийная карьера в политике ну в принципе справедливости ради надо сказать то что я являюсь членом рпр пар нас я являюсь рядовым членами дарактической партии то есть собственно она я разделяю политическую программу этой партии на сегодняшний день я себя вижу именно позиции эксперта эксперт гражданской позиции я бы так бы еще обоговорился даже безусловно эксперт влияет на общественные политические процессы и это не отрицаю и но при этом не важно делать какую-то аналитическую работу заниматься этим не это интересно мне кажется на данный момент а здесь могу быть более полезно а членство в партии не мешает она не мешает потому что являюсь рядовым членом я не занимаюсь собственно как таковой политикой я не занимаю не занимая политической руководящей как садкос мотор это не только это конституционное право на свободу я регулирую вот сейчас у нас выбор в сентябре вы наверно знаете и все очень много говорят о том особенно на этих выборах что связи с новыми законами которые разрешили свободную практически регистрацию партии у нас куча партий спойлеров и вот в связи с проектом ивановским вашего бывшего компаньона данила бедяева хочу вас спросить ваше мнение яблоко в иванове это все-таки такой губернаторский проект или это реальная политическая сила как вы думаете ну во первых что нужно сказать то что яблоко действительно в ряде регионов представляет собой спойлера пока давать какие-то однозначные суждения сложно но мы можем судить до делать определенный прогноз и что мы видим мы видим действительно то что была определенная договоренность региональной администрации это известно просто из разных источников это просто видно по фактам сместили старые руководства которые занимала принципиальные позиции который занимался независимым наблюдением последних домских выборов и то что даниму бедяю действительно имеет налаженное сотрудничество с региональной администрацией и то что в том числе представители этой партии например в отличие от других не парламентских партий как например гражданская платформа вошли составического комиссия тоже определенный показатель ну посмотрим как они себя поведут на этих выборах он действительно есть опасение то что яблоко на этих выборов будет играть функцию спойлер шансы его вы как оцениваете процентов это зависит абсолютно от того насколько они простроить свою агитационную компанию видно то что какие-то денежные средства них имеется агитационные пикеты они выставляют гавитационные компании занимаются них там выпускается их информационный бюллетень известно что и есть их избиратель областном центре это как правообразованный житель все покажет на этого избирателя будет идти борьба посмотрим как все пойдет гражданская платформа рпр парнас ясно но есть еще вот такая аномалия у нас в иванове это партия родина которая во всей россии в общем-то дружно дует в сторону единой россии в дудку да а у нас ну я бы не сказал что она может и против сильной единой россии но не за и как-то вот в стране ваше экспертное мнение в чем тут дело но здесь примерно в чем-то старая ситуация что например гражданской платформы про хоруга штане альтернативы но в регионах объяснили что они оппозиции ведут с ними как привыкли вести себя с позиции снимает списки а тогда у них есть некая к раздвоенность они себя называют спецназом путин она одновременно в регионе и ведут как оппозиция действующей власти региональной администрации как видим иногда это удается делать иногда это не удается делать пока у я если честно наблюдаю вроде на определенное зачищи предвыборной агитации но так заметно они начали этот момент не зафиксировал хорошо а вы уже несколько раз сказали такое такие два слова гражданская платформа который у нас во главе с бывшим главным единороссом до андреем назаровым идет на выборы вы их шансы как оцениваете ну мы видим то что мы видим и данном случае выступающего как движение голоса то что действительно начали интересно то что вообще это в ряде регионов наблюдается гражданские платформы интересные списки и там сильные кандидаты были подобраны красивые посадки да и вот дошло дело до посадок дошло дело до домашних арестов дошло дело до непосредственно посадок сизой видно что была заявка стать партией второй партии и собственно прохору говорю что не хотят идти на второй результат но имеется определенное противодействие и к сожалению задействуется не совсем такие так скажем на грани фола технологии а чуть-чуть в сторону вопрос вот гражданская платформа московская да там либеральная такая тусовка собралась и наша гражданская платформа которая собрала но всех бывших это нормально или это просто опять аномалии его это не всем аномалии в ряде регионов и тоже имеет место быть гражданская платформа это партия которая претендует быть но они сами себя позиционирует как альтернатива этот партия второго выбора то есть часть и элит региональных действительно спасибо посмотрите на партийные списки там ярославской области вадимирской области там есть бывшие единороссы бывшими сам вашу бывший член партии и россии если это не есть некая аномалия но в то же время здесь не надо противопоставлять потому что гражданская за гражданской платформы готов идти критически настроенный избиратель он не всегда может быть стоит на позициях радикальные радикально оппозиционных это критически настроенный избиратель и либеральный избиратель который критикует власть и ищет некую замену существующей команде ясну тогда про вас федеральный голос я так понимаю разогнали признали иностранным агентом вы открыли сейчас ивановский голос я так правильно правильно понимаю что в него вошли многие активисты вот которые принимали участие как независимые активисты на прошлых выборах вы выбрали форму такую же как объединение такую же как народный фронт это в насмешку или как связано это с тем что минюз приостановил деятельность согласно судебным решениям и в общем то мы действительно отказались от такой формы как зарегистрированный нко и федеральные заказы позволяет нам существовать как не зарегистрировано общественное объединение вот собственно создали межрегиональное движение мы сейчас открываем эти свои отделений буквально дня вы регистрируете иванское отделение а и ну это можно усматривать в этом какую-то нас насмешку но в общем то мы действуем правом поле вот как это дело это корреспондент это дело восприятия да потому что схема останется то где-то к женский голос она по-прежнему зарегистрировал все это был вопрос да ответ есть хорошо тогда ваше экспертное мнение обычно традиционно во всех нарушениях во всех бедах во всем что творится на выборах обвиняют единую россию партии власти вот сейчас вот я тоже немножко так я хоть и не эксперт но смотрю на то что происходит и мне кажется что у нас в иваны в этом году идет соревнование вот по чернухе между ер гражданской платформой и кпрф ваше мнение действительно чуть черном пиаре участвует не только далеко не только правящая партия и мы видим что и другие кандидаты другие политические партии этим занимаются примеры этому есть собственно черный пиар он тоже разный бывает есть почернее есть побелее и и и и и выборные технологии как бы к ним ни относились они законные есть незаконные да мы принципе отслеживаем все инциденты мы не даем же никаких правовых и юридических оценок мы отслеживаем инциденты но мы можем дать определенный комментарий экспертное заключение если мы видим определенное нарушение закона вот если говорить о правящей партии то к сожалению правящей партии зачастую прибегает к административным технологиям а у других партий доступа к ним не имеется административным законным или к административным незаконным тоже бывают разные есть административные технологии закона есть незаконные за примеры мы знаем и того и другого хорошо тогда такой вопрос на ваш взгляд насколько чистым с вашей точки зрения будет день 8 сентября а ну и насколько мне известно есть сопленные заинтересованы с первых лиц области привести это без точка и задоринки и про известно что проводили сопленные такие планерки в том числе сотрудникам правоохранительных органов есть такой настрой но боюсь то что тот самый админресурс он еще себя проявит и то есть он только россия опять будет чудить и надо дополнить да потому что в ряде округов особенно именно одномандатных округов и что нужно принципе приветствовать будет конкурентные выборы будет значит оживленные избирательные компаний на седьмом округе у нас теперь заходом тэлмана хирояна вообще непонятно непонятно но зато вот есть кенешемский урок есть ряд городских округов на первую округу шабадзинский и ковалева там ряд округов четвертый и пятый дожидаются конкурентные в общем то поэтому надо ждать что-то я думаю интересно вообще на приветствую что выборы конкурентные значит будет больше контроля будет будет больше контроль со стороны самих учащих когда я слышу из ваших уст надо ждать что-то интересного я понимаю что будет куча грязи море грязи да виталий это все спасибо напоминаю что у нас гостях был главный специалист по наблюдению за выбором былановской области виталий аверин я алексей машкевич с вами прощаюсь до свидания а виталий сейчас продолжит и что-нибудь скажет нам в рубрике по скрипту кухни нольте настоящее немецкое качество и функциональность только для вас эксклюзивно в нольте кюхен улица октябрьская 12 я хотел бы обратиться жителям ванской области и всех призвать прийти на выбор 8 сентября это очень важно и не верьте тем кто говорит вам что от вас ничего не зависит в реальности в этой жизни зависит все только от вас вы творцы своей жизни и в том числе вы можете влиять на политические решения и поэтому призываю всех прийти и сделать своего изъявления 8 сентября 2013 года и и и